Вологодские поисковики установили имя погибшего в ВОВ летчика. Члены Вологодского объединения поисковиков в ходе межрегиональной экспедиции Воронова 2019 совместно с отрядом специального поиска Крывали Родины обнаружили останки летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Сразу же установили и его имя Григорий Яровой. Ранее он считался пропавшим без вести. Выяснилось, что младший лейтенант Григорий Абрамович Яровой родился в январе 1922 года в Новосибирской, ныне Кемеровской, области. Жил он в городе Тайга. Отца звали Абрам Никитич, маму Вера Федоровна. Спустя 76 лет поисковики нашли упавший Як-7Б номер 2581 и останки летчика Григория Ярового. Со школьных лет мальчишка мечтал о небе, занимался в аэроклубе. Закончил его, когда Григорию не было и 17-ти. А потом добивался, чтобы приняли в летное училище. В 19-ти лет он стал курсантом Сталинградской военной школы пилотов. 7 января 1942 года он написал своему отцу, учусь на отлично. Скоро буду бить взорвавшегося врага, врага всего прогрессивного человечества. Не щадя крови, а может быть, и жизни. Григорий служил в 86-м гвардейском истребительном полку. 26 мая 1943 года летчик-истребитель гвардии младший лейтенант-консомолец Яровой погиб. Ему был всего 21-й год. Минус. День Победы. Кедровая колонна танкиста Терехова. Родителям об этом написали друзья погибшего летчика. Гриша погиб в неравном воздушном бою с заклятым врагом. Будьте мужественными и стойкими. За смерть Гриша мы отомстим. Переслали Абраму Никитичу и Вере Федоровне тетрадь дневник сына, в которой их сын писал свои стихи. А потом Яровые получили и официальное подтверждение. Младший лейтенант Яровой не вернулся с боевого задания. И вот спустя 76 лет поисковики обнаружили останки упавшего самолета Як-7Б номер 2581 и летчика Григория Ярового. Они сразу же послали запрос в город Тайга. И выяснилось, что некоторые родственники живут там до сих пор родная сестра Григория Ярового и его племянник, которого назвали в честь погибшего героя летчика. Родственники уже не надеялись найти останки дорогого нам человека. Особые слова благодарности от моей мамы родной сестры Григория Валентины Абрамовны. Низкий поклон всем, кто причастен к поиску дяди, Григория Абрамовича Ярового. Не хватит слов, чтобы выразить бесконечную благодарность всем поисковикам, написала им Ольга Федорук. Кстати, особенно тщательно члены Вологодского объединения поисковиков изучают места падения самолетов. Так, в течение четырех недавних зимних сезонов подняли машину Пе-2 и останки пилотов и техников в Бабаевском районе Вологодской области. Смогли назвать имена восьми жертв катастрофы, нашли родственников шестерых. На свои средства на месте гибели поставили памятник. Путин пожелал успехов волонтерам победы. «Мы убеждены в том, что любой солдат на войне был героем и о каждом хотим рассказать», – поделилась с корреспондентом РГ председатель организации Рина Метелкина. А вообще только в течение нынешнего поискового сезона межрегиональной экспедиции Воронова-2019 в Кировском районе Ленинградской области энтузиасты обнаружили останки 34 бойцов, 3 медали за оборону Ленинграда, 2 медальона, установили сразу одно имя. Что касается останков гвардии младшего лейтенанта-летчика-истребителя Григория Ирового, то известие об этом взволновало практически весь город. Все ждут и готовятся к встрече Григория Абрамовича Ирового. 8 мая 2019 года гвардии младший лейтенант начнет свой последний путь домой. Общество История Общества Утраты Филиалы РГСибирь Филиалы РГСеверо-Запад СФО Кемеровская область СЗФО Вологодская область Вторая мировая война